Многие парни плечистые и крепкие, многие носят футболки и кепки, много в столице подобных значков. Каждый к труду, обороне готов. Десятая школа города Видное совсем новая. В сентябре этого года она впервые приняла в свои стены учащихся района. Поэтому сегодняшняя сдача нормативов ГТО первая в ее истории. Однако теперь это спортивное мероприятие станет регулярным. Для проведения спортивных занятий, вы видите, у нас есть прекрасно оборудованные залы. При приеме к норм ГТО присутствуют и спортивные тренеры, представители спортшколы Олимп, и медики, и администрация школы. Поэтому все возможности для приобщения к движению по сдаче норм ГТО у наших детей есть. Как показывает практика, мальчишки на уроках физической культуры гораздо активнее девчонок. То обстоятельство, что нормативы у них в два раза выше, только подстегивает будущих защитников Отечества. А как иначе, ведь культ здорового образа жизни и физического совершенства укореняется в современном обществе все сильнее. Пресс я сдал по нормативам на золото. Дома я иногда занимаюсь прессом, качаю его и делаю другие упражнения. А вот с девочками, как всегда, дела обстоят сложнее. В основном прекрасный пол справляется с нормами ГТО. Однако находятся и такие, кто не считает физическое развитие и спорт так уж необходимым. Они аргументируют тем, что они не любят вообще физкультуру, не любят заниматься, не любят ходить, просто сидят в раздевалке. И это напрасно. Ведь мало того, что занятия спортом помогают достичь формирования отличной фигуры, что особенно важно для представителей из прекрасного пола, они еще и являются дополнительным преимуществом при поступлении в ВУЗ. При одинаковом количестве набранных баллов между двумя испытуемыми приемная комиссия отдаст предпочтение тому из кандидатов, у кого нормы ГТО сданы на оценку «отлично». Сейчас ВУЗы принимают такие программы, в которых отдаются баллы при поступлении от 1 до 10 баллов. Сотрудники центра ГТО города Видное призывают начать сдавать нормативы с самой первой ступени, то есть с первого класса. Ведь только поэтапное прохождение всех 11 уровней может гарантировать финальный результат с оценкой «отлично». Просто дома желательно делать растяжку, если, допустим, ты сдаешь гимнастику, если там делаешь отжимания, то нужно побольше стараться, так скажем, качать свои мышцы. Двигательная активность повышает способность усвоения поступающей информации, поэтому физические упражнения помогают процессу обучения школьника и становлению нравственной личности. Илья Кремнев, Владимир Андреанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.